Если вы будете любить Господа и соблюдать Его заповеди, вы преисполнитесь радостью. Иоанна, глава 15, стихи 1, 17. Иоанна, глава 15, стихи 1, 17. Иоанна, глава 15, стихи 1, 17. То, чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя у вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам, сие заповедаю вам, да любите друг друга. Тепло приветствую всех наших святых, которые здесь собрались. Это собрание возрождения прошло замечательно. Начиная с понедельника, я общался с вами, преломлял с вами хлеб, а также у меня была возможность полюбоваться пестрыми красками прекрасной осенней поры в горах Сараксан. В последние три дня я действительно наслаждался этими красивыми видами. Падающие листья кружили над горами на фоне Голубого моря, и этот природный пейзаж производил неизгладимое впечатление, делая наше собрание еще более особенным. Я благодарю Бога от всей души. Бог всегда благословляет праведников, когда они вот так собираются вместе. По своему чудесному замыслу он привел нас сюда, и на этот раз, чтобы мы приняли некоторые важные решения. Я поистине благодарен Богу. Несмотря на то, что я хотел бы остаться здесь еще по окончании сегодняшней вечерней проповеди, все мы с вами разъедемся по домам и вернемся к своей работе. Господь есть истинная виноградная лоза и глава церкви. Сегодня вечером мы читаем Иоанна, глава 15, стихи 1-17 в качестве нашего основного отрывка из Писания. Иисус сказал в стихе 1 Проведя аналогию с виноградной лозой, Господь объяснил, что значит жить жизнью веры, пребывая в Господе, и что такое истинная радость. Господь назвал себя истинной виноградной лозой. Господь пребывает с нами ветвями, которые приносят плоды винограда, и Он есть глава церкви Божьей, который спас нас от греха, а мы – члены Божьей церкви. Господь также сказал, что Его отец – виноградарь. Виноградарь ухаживает за виноградом до сбора плодов. Виноградарь заботится о винограднике соответственно своему желанию и замыслу. Таким образом, подобно тому, как виноградарь убирает виноград, так Иисус исполняет волю Бога Отца с помощью ветвей, то есть нас. Виноградарь, Бог Отец, решил спасти нас, грешников, от наших беззаконий с помощью Своего Сына. Здесь мы должны понять, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Библия говорит, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна, глава 3, стих 8. Соответственно, когда наш Господь пришел на эту землю, Он действительно разрушил дела дьявола, то есть уничтожил все грехи человечества. Однако Сатана и поныне то и дело обманывает христиан. Дьявол постоянно обманывает христиан, чтобы они не смогли понять и оценить любовь Божью в полной мере. Таким образом, Сатана вводит людей в заблуждение, чтобы они понимали истину неправильно и верили в Иисуса только как в религию. Так Он побуждает христиан говорить ложными языками и жить ложной религиозной жизнью. Все существующие религии этого мира это не более чем придуманные людьми лжерелигии, и люди поклоняются объектам собственного творения и слепо идут на поводу собственных вымыслов. Они верят богам собственного творения и молятся им, чтобы те их благословили. Попросту говоря, они поклоняются идолам. Вот что такое религии этого мира. Господь пришел на эту землю, чтобы разрушить злые козни Сатаны и спасти нас от греха. Сегодня днем мы ходили на прогулку в горы и наткнулись на буддийский храм. Обычно в буддийском храме есть внутренний храм, посвященный Будде, а также еще одно святилище, посвященное богам гор. Согласно древним шаманским верованиям, которых придерживались в Корее, боги были повсюду, в каждой горе, в море и даже на луне. В основном традиционные верования в Корее были пантеическими. Корейцы верили, что у каждого предмета был свой дух. И люди доходили до того, что даже думали и верили, что духом обладал даже веник, которым подметают пол. Посреди всех этих бесчисленных анимистических божеств наиболее почитаемыми были боги гор. В древние времена корейцы строили горным богам святилища и поклонялись идолам, молясь им о собственном преуспевании. Например, беременные женщины молились у святилищ и просили своих богов, чтобы те даровали им много детей. Когда анимизм достиг в Корее наибольшего расцвета, у каждой горы было устроено святилище для поклонения ее богу. Однако, когда в Корею пришел буддизм, подобные святилища стали строить внутри буддийских храмов, и прихожане поклонялись перед святилищами, посвященными горным богам, так же само, как и перед статуей Будды, прося их о собственном преуспевании. Вот что такое религия. Суть ее в том, что люди просят идолов собственного творения, чтобы те их благословили. В конце концов, каждая религия была придумана людьми. И хотя может показаться, что религиозные люди живут жизнью веры, в действительности они только выполняют религиозные обряды. Жизнь веры коренным образом отличается от какой-либо религиозной жизни. Христианская вера это почитание Бога и вера в то, что Он для нас сделал. В противоположность этому религиозная жизнь это создание собственного идола, покорность этому объекту и обращение к нему с молитвой с целью получить благословение. Так живем ли мы должной жизнью веры? Господь сказал, что Он пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. Сегодня даже среди христиан, которые утверждают, что живут жизнью веры в Иисуса, многие люди не знают, что Иисус спас их Евангелием воды и духа. Они не имеют никакого понятия о том, что именно Евангелием воды и духа Иисус спас их от всех грехов и сделал их Божьими людьми. И они также не знают, как принять в свое сердце дар Святого Духа. Они лишь слепо утверждают, что они тем или иным образом верят в Иисуса как в своего Спасителя. Таким образом, многие люди поведают веру в Иисуса как в своего Спасителя, даже несмотря на то, что они фактически не знают Евангелия воды и духа. Вот что значит жить религиозной жизнью. В настоящее время многие христиане вместо того, чтобы проводить жизнь веры, живут тщетной религиозной жизнью. Люди молятся Богу о благословениях, не зная истины о спасении. И всякий раз, когда я вижу пыль, у меня разрывается сердце. Они не интересуются ни истинной об омовении от грехов, ни тем, что в действительности сделал для них Иисус посредством Евангелия воды и духа, но вместо этого просят Бога принять только их собственное религиозное рвение. Когда Библия говорит, что Господь пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола, это означает, что Иисус пришел разрушить именно такие дела дьявола, которые вводят людей в заблуждение, чтобы они жили тщетной религиозной жизнью и спасти их от власти дьявола. И действительно, Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти и в возрасте 30 лет взял на себя все грехи человечества раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя в качестве возмездия за все эти грехи Он был распят и пролил свою кровь до смерти, а снова воскреснув из мертвых, Он спас нас. Поэтому Иисус это поистине всемогущий Бог и наш Спаситель, Который пришел с Евангелием воды и духа. Бог Отец Иисуса Христа разрушил злые козни дьявола, чтобы с помощью своего Сына спасти нас от всех грехов и сделать нас своими людьми. До пришествия Иисуса Христа Адам и Ева впали в искушение сатаны в Эдемском саду и согрешили, вкусив плод, дерево познания добра и зла и в результате весь род человеческий был на время отлучен от Бога. Однако впоследствии на эту землю пришел Иисус Христос. Он взял все наши грехи на себя и был распят насмерть, чтобы заплатить за них. А снова воскреснув из мертвых, Он стал нашим истинным Богом спасения. Поэтому мы и смогли снова найти Бога, от Которого мы были отлучены с того дня, когда Адам и Ева впали в искушение сатаны и согрешили. Мы смогли стать Божьими людьми. Господь таким образом спас нас от всех грехов полностью и совершенно. Господь говорит, «Я есть истинная виноградная лоза». И о нем также написано. «И он есть глава тела церкви». Колоссянам глава первая стих восемнадцатый. Иисус Христос назвал своего отца виноградарем. Еще прежде создания мира отец Иисуса задумал спасти нас от греха и сделать нас своими людьми в Иисусе Христе. И с помощью своего сына он исполнил свою волю. Когда Иисус Христос сказал здесь, «Я есть млоза, а вы ветви», он имел в виду, что он есть глава церкви. Господь хочет, чтобы мы набрались сил и приносили плоды. В сегодняшнем отрывке из Писания речь идет о нашей жизни веры, которую мы проводим в церкви после того, как мы нашли Евангелие воды и духа и уверовали в него. Господь хочет полностью очистить нас от всех грехов Евангелием воды и духа, чтобы мы еще больше уверовали в его праведность и принесли еще больше плодов. Господь также сказал, что удалит тех, кто не приносит плода. Поэтому, чтобы приносить плоды, мы должны пребывать в нашем Господе и в нашей вере в Евангелие воды и духа. Верующие в Евангелие воды и духа являются членами церкви Божьей. мы должны проводить жизнь веры, уповая на Господа. Теперь, когда Господь спас нас Евангелием воды и духа, Он хочет, чтобы мы приносили еще больше духовных плодов. Мы должны жить верой, повинуясь Господнему Евангелию воды и духа. Осознавая свои недостатки, мы с верой должны повиноваться Евангелию воды и духа, которое даровал нам Господь. Мы должны любить Господа больше всего и исполнять Его заповедь, которая не велит нам иметь других богов перед Его лицом. Мы всегда должны быть благодарными Господу истины и служить Ему в своей жизни, постоянно размышляя о том, как Господь нас спас. А чтобы жить таким образом, мы должны посвятить свою жизнь спасению людских душ согласно воле Господа. Как наполнить свою жизнь радостью? Когда наши с вами сердца радуются больше всего, в том случае, если мы больше всего любим Господа. Если наши сердца любят Господа больше всего, и если мы помним о Его любви и повинуемся Ему с искренним сердцем, несмотря на наши недостатки, Господь вселяет в наши с вами сердца великую радость. Именно когда Господь наполняет нас радостью, наши сердца искренне радуются, и мы можем общаться с Господом. Именно когда Господь наполняет нас радостью, наши сердца искренне радуются, и мы можем общаться с Господом. Именно если у нас нет иных богов, кроме нашего Бога, радость по-прежнему наполняет наши сердца, и мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми, даже несмотря на то, что в этом мире нам радоваться нечему. В конце концов, это именно то, о чем Господь сказал, «Если пребудете с виноградной лозой, принесете много плодов». Он также сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя у вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». «Мои единоверцы, что мы должны делать в своей жизни веры, чтобы преисполниться радостью? Все, что мы должны делать, это только любить Господа больше всего. И тогда радость наполнит наши сердца». Все очень просто. И для этого не нужно делать ничего особенного. Чтобы наши с вами сердца преисполнились радостью, от нас требуется только то, чтобы мы не имели никаких богов перед лицом Господа, почитали его, и были ему благодарными. И тогда мы преисполнимся радостью, потому что радость Господняя наполнит наши сердца. Вот почему Господь сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя у вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». «Когда Господь радуется больше всего?» В том случае, если мы больше всего Его любим, Господь радуется, если мы любим Его больше всего остального в этом мире, и если мы не имеем идолов перед лицом Божьим. И более того, если мы действительно так любим Господа, величайшая радость, которую Он даровал, остается в наших сердцах. Вот чему учит нас здесь Господь. Мы тоже стали рабами любви. После того, как Иисус спас нас из-за воды и духа, Он сказал нам, «Я поистине вас люблю. Я спас вас от всех грехов». Чтобы увидеть это, давайте послушаем диалог Господа с Петром. «Любишь ли ты меня, Петр?» «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Паси овец моих». Затем Иисус снова спросил Петра, «Любишь ли ты меня больше, чем все эти люди?» «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». «Паси овец моих». Иисус спросил в третий раз, «Любишь ли ты меня больше, чем все эти люди?» И в третий раз Петр дал ему один и тот же ответ, «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Почему Иисус здесь спросил Петра три раза подряд, если он и так знает все? Когда Иисуса допрашивали на суде Пилата, одна девушка-служанка заметила Петра и обвинила его в том, что он является последователем Иисуса. Чтобы спасти свою жизнь, Петр отрекся от Иисуса трижды. Лучше бы Петр не отрекался от Иисуса, но вместо этого последовал бы за ним до конца, согласно своему убеждению. Но когда девушка разоблачила Петра и он оказался объектом всеобщего внимания, он отрекся от Иисуса и проклял его, сказав, «Я не знаю этого человека». В то же время пропел петух. Когда Петр услышал пение петуха, он с ужасом вспомнил, что сказал ему Иисус. Он вспомнил, что когда он сказал Иисусу, «Я последую за тобой до самой смерти», Иисус ответил ему, «Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Услышав слова Иисуса о том, что он отречется от него, Петр сказал ему, «Даже если мне придется вместе с тобой умереть, не отрекусь от тебя». Однако через некоторое время, когда Петр стоял у двора Пилата, он действительно три раза отрекся от Иисуса, прежде чем пропел петух. И когда Петр услышал пение петуха, он горько заплакал. Петр был преданным человеком, когда римские воины и слуги иудейских вождей пришли арестовать Иисуса, Петр ударил слугу первосвященника мечом и отсек ему правое ухо. Иоанна, глава 18, стих 10. Петр настолько был предан Иисусу, что был готов всецело посвятить себя Богу. И поэтому он не мог вынести позора, когда обнаружил, что он трижды отрекся от Иисуса и даже проклял его. Поэтому даже после того, как Иисус воскрес, он вернулся к своей прежней жизни, которую он вел до того, как встретил Иисуса, не смея показаться перед Христом. Несмотря на то, что другие ученики хотели вновь последовать за Господом, когда увидели, что тот воскрес, Петр не мог показаться перед лицом Иисуса, как он это делал раньше. Даже несмотря на то, что он лично пришел к гробнице Иисуса и засвидетельствовал, что его тела там нет, Петр стал его искать. Вместо этого он вернулся к своему прежнему занятию рыболовству. Когда Петр и шесть других учеников отправились ловить рыбу, ближе к рассвету на берегу появился Иисус возле того места, где они рыбачили. Он спросил, «Друзья, вы что-нибудь поймали?» «Нет», ответил Петр. «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», сказал Иисус. Когда Петр бросил невод по правую сторону лодки, как сказал ему Иисус, он поймал много рыбы. Тогда Петр вышел на берег и увидел разведенный костер, слежащий на нем рыбой и хлеб. Иисус тогда попросил Петра принести рыбы, которую он только что поймал, и они вместе позавтракали жареной рыбой. После завтрака Иисус спросил Петра, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» До этого момента Петр был слишком поражен, чтобы ответить Иисусу. Он не был уверен, происходит ли все это на самом деле, или же это только сон. Хотя он был счастлив, что Иисус снова воскрес из мертвых и пришел к нему, в глубине души ему было стыдно. Когда Петр услышал вопрос Иисуса, ему стало еще более стыдно, и он не мог этого вынести. До того, как Иисус был распят, он спросил Петра, «Любишь ли ты меня больше?» чем все эти люди. Петр тогда ответил Иисусу с твердой уверенностью в том, что он действительно любит Господа. Даже когда Иисус сказал своим ученикам, «Все вы оставите меня и убежите», Петр ответил ему, «Я скорее умру, чем убегу. Я никогда не убегу, даже если умру». Однако Господь уже знал, что произойдет, и все действительно случилось так, как Он сказал. Однако, несмотря на это, Иисус сам пришел повидаться с Петром, который от... И поначалу Петр не мог ничего сказать в его присутствии. Однако Петр познал истинную любовь Господа, услышав его повторяющиеся вопросы. И когда Иисус спросил его, «Любишь ли ты меня больше, чем все эти люди?» Он ответил, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Теперь любовь Петра к Господу исходила не от него самого, но была дарована ему, Господом. «Господи, теперь я понимаю, что ты действительно меня любишь. Даже несмотря на то, что я так несовершенен, ты все равно пришел повидаться со мной. Ты говорил обо мне заранее, и твое слово оказалось правдой. Ты Сын Божий, ты мой Спаситель и Всемогущий Бог. Даже несмотря на то, что я от тебя отрекся, ты все равно пришел ко мне после своего воскресения. У меня нет слов. Ты знаешь, что я люблю тебя. Когда Петр дал такой ответ, Господь сказал «Паси овец моих». А когда Господь спросил его снова «Любишь ли ты меня больше, чем все эти люди», Петр все еще не мог ничего ответить, кроме того, что он уже сказал раньше «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Господь тогда сказал ему «Паси овец моих». Этими словами Господь повелел Петру пасти овец, вести их за собой и насыщать. Петр знал, что Иисус это живой Бог и очень любил его. Но несмотря на это, он отрекся от Иисуса и предал его. И вот после этого Петр считал, что он не может предстать перед Господом с чистой совестью. Однако Господь спас его по своей любви и пришел с ним повидаться. Наконец, Петр смог по-настоящему осознать, что он не может не любить Господа. Подобно Петру, мы тоже стали рабами любви. Один популярный корейский певец поет, что любовь это источник слез. Но это не так. Любовь это источник радости. Мы стали рабами любви, источника радости. Поскольку Господь не оставил Петра, но возлюбил его навсегда, разве мог Петр когда-нибудь оставить Господа? Я и прежде любил тебя, Господи, но теперь во мне царит твоя любовь. Теперь я больше никогда не смогу тебя оставить. Ты знаешь, что я люблю тебя. Петр исповедал это несколько раз. Своей любовью Иисус побудил его сделать это исповедание. Петр исповедал Иисусу все свои проступки и снова вспомнил в сердце своем, что все эти грехи тоже были возложены на Иисуса, когда тот был крещен. Тайна соблюдения господних заповедей и радостной жизни веры заключается в том, что у нас не должно быть других богов пред лицом Господа. Иисус сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя у вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна, глава пятнадцатая, стих одиннадцатый. Что мы должны делать, чтобы преисполниться истинной радостью в Господе? Мы должны пребывать в Господе с верой, соблюдать Его заповеди и любить Его больше всего. Также мы должны удалить из наших сердец каких бы то ни было идолов, которых мы предпочитаем Богу. И если мы осознаем свое несовершенное Я и последуем за Господом с верой, к нам поистине придет радость от Господа. Будь дарует нам радость и наполнит ею наши сердца. Чтобы жить радостной жизнью веры, мы не должны иметь других богов перед лицом Господа. Вот почему мы любим Господа больше всего. И вот почему мы соблюдаем Его заповеди. Подобно тому, как Отец возлюбил Господа и подобно тому, как Сам Господь соблюдал заповеди Отца, живя на этой земле, так и мы должны любить Господа и соблюдать заповеди Отца. Божьи заповеди гласят, что мы должны любить Бога больше всего и любить своих ближних, как самих себя. Наш Господь тоже любил Бога Отца больше всего. Так же само и мы должны любить Господа больше всего. И тогда, как сказал Господь, наши сердца преисполнятся Божьей радостью. По сути, если мы хотим жить радостной жизнью веры, мы прежде должны удалить из наших сердец идолов, соблюдать Господни заповеди и любить Господа больше всего в своей жизни. И тогда на наших устах всегда будет радостная улыбка. Наши сердца всегда будут радоваться. Если мы всем сердцем любим Господа, то хотя мы во время своей работы вынуждены оглядываться на различные обстоятельства и при этом обнаруживается наше слабое и несовершенное Я, наши сердца все равно преисполняются великой радостью и счастьем. Если мы любим Господа больше всего, Его радость наполняет наши сердца до краев Мои единоверцы, я прошу всех вас понять, что мы не можем угодить Господу, творя добрые дела самостоятельно. Сами мы не способны сделать что-нибудь стоящее, будь то мученическая смерть ради Господа, приношение обильных плодов и повиновения Господу. Все это станет возможным, если мы будем соблюдать Господни заповеди и удалим из наших сердец идолов. Даже несмотря на то, что я несовершенен, я все равно люблю Господа больше всего. Господь это моя любовь, Господь это мой властелин, у меня нет ничего, кроме Господа. Конечно, иногда мои мысли, чувства и слабости становятся между мной и Господом и не позволяют мне приблизиться к Нему, но несмотря на это у меня нет никого, кроме Господа. Только Господь является для меня самым дорогим и достойным почтения, и только Он есть мой истинный Бог. Я однажды слышал, как один знаменитый корейский проповедник сказал, что он больше всего почитает адмирала Ли Сунсина, когда его спросили, к кому он испытывает наибольшее уважение. А сидящий рядом с ним другой известный проповедник сказал, что он почитает великого монаха Вон Хё, который жил примерно 1400 лет назад. Их ответы показались мне такими забавными, что я громко рассмеялся. Конечно, адмирал Ли действительно заслуживает нашего уважения, потому что он является величайшим флотоводцем в истории Кореи. Во время японского вторжения в Корею в 1590-х годах адмирал Ли без всякой посторонней помощи неоднократно одерживал победы над гораздо более многочисленным японским флотом. А великий монах Вон Хё тоже является уважаемой личностью благодаря своим учениям и добродетелям. Одни люди почитают ученых, другие философов, а третьи говорят, что они почитают кого-либо еще. А что же мы? Неужели эти личности заслуживают нашего глубочайшего уважения? Как верующие в Евангелие воды и духа, мы с вами больше всего почитаем Господа. Никто не достоин большего уважения, чем Господь. Любите ли вы самого себя больше всего? Конечно, такова наша человеческая природа, что мы любим самих себя. Люди эгоисты, потому что они слишком любят самих себя. Но неужели кто-либо заслуживает такой любви, как Господь? Нет, никто не заслуживает такой любви, как Он. Разве можем мы сравнить Господа с мирскими вещами, такими как материальные ценности, удовольствия, богатство и власть? Нет, подобное сравнение вообще невозможно. Даже если бы мы сравнили все это с Господом, неужели что-либо из этого могло бы его превзойти? Нет, конечно. Господь спас нас с вами Евангелием воды и духа, и этим словом истины Он смыл все наши с вами грехи. Благодаря этому мы стали праведными людьми. Неужели что-либо может сравниться с этим благословением любви и благодати, которое сделало нас Божьими детьми посредством Евангелия воды и духа? Нет, ничто не может с ним сравниться. Поскольку Иисус возлюбил нас бескорыстной любовью, то когда мы впали в грех и обрекли себя на погибель, Он спас нас безвозмездно, не требуя ничего взамен. Независимо от наших достоинств и недостатков, Господь смилостивился над нами, потому что возлюбил нас. Именно потому, что Он нас возлюбил, Он заключил нас в Свои обятия и спас всех нас. Таким образом, мы не можем поставить перед этой любовью и спасением никаких условий. Нам лишь принять их с благодарностью. Иными словами, в ответ на эту любовь Господа и дарованное им спасение нам больше нечего предложить. И хотя время от времени что-либо другое пытается возобладать над любовью Господа, ничто не может низвести его с высоты самого почетного места. По сути, мирские вещи вообще не сравнимы с Господом, но иногда нас увлекают. Однако, ни одна из них никогда не сможет завладеть нашим сердцем. Мы с вами должны проводить жизнь веры в Божьей Церкви и быть истинными и верными последователями Господа. И хотя мы несовершенны, мы хотим сообща служить Господу и, несмотря на свои недостатки, мы все равно хотим быть его последователями. Какое требование Господа к нам является первым и последним? Отстаивать Евангелие воды и духа с верой. Иными словами, мы должны соблюдать заповедь Господа, которая не велит нам иметь других богов перед его лицом. Мы должны повиноваться этой заповеди, полностью осознавая, что ничто в этом мире не может сравниться с Господом, что Он является для нас самым дорогим в этом мире и что Он несравнимо привлекателен. Даже несмотря на то, что мы несовершенны и слабы, мы все равно любим Господа больше всего. Наши сердца могут пребывать с Господом именно потому, что мы удалили из своих сердец идолов и мы соблюдаем Господни заповеди и любим Господа больше всего, несмотря на наши недостатки. Вот почему наши сердца радуются. Когда изреченное Господом слово входит в наши сердца, мир вселяется в них в таком изобилии, что мы как бы обретаем второе естество, чтобы любить всех наших братьев и сестер, пребывая с ними в единодушии и всех людей Божьих, которых любит Господь, мы настолько любим Господа, что ничто не может доставить нам больше радости. Именно это сказал Господь в сегодняшнем отрывке из Писания, 15 главе Евангелия от Иоанна. Вот почему Господь хочет, чтобы мы посвятили Ему свою жизнь. Он сказал, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна, глава 15, стих 14. «И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна, глава 15, стих 13. «Ради нас Господь сположил свою жизнь. Если мы действительно повинуемся заповедям Господа и любим Его больше всего, то мы совершим величайший поступок, если примем смерть ради Господа. Нет больше той любви, как если кто отдаст свою жизнь за своих друзей. Поэтому если мы действительно не имеем иных богов перед лицом Господа, любим Его больше всего и повинуемся Ему с такой любовью и верой, что даже готовы положить за Него свою жизнь, не может быть ничего лучше этого. Мы тогда станем настоящими друзьями Господа. Вот почему Господь назвал нас своими друзьями. И Он сказал, что поведает нам обо всем. Назвав нас друзьями Бога, Господь поставил нас Божьими работниками на этой земле. Не мы избрали Бога, но Он избрал и поставил нас. Иисус сказал, что Он дал нам возможность получить от Бога Отца все во имя Его, чтобы мы приносили больше плодов. Поэтому всякий раз, когда нам чего-то не достает, мы молимся Господу. Теперь мы сможем получить от Бога Отца все, чего не попросим, если помолимся во имя Иисуса Христа, во имя всемогущего Бога. Иисус Христос это всемогущий Бог, который способен удовлетворить все наши просьбы, если мы открыто их выскажем. Именно потому, что Господь позволил нам все, мы уповаем на Него и следуем за Ним. Благодаря тому, что Господь по своей любви дал нам такую возможность, мы любим Его больше всего. Господь сказал нам, «Сие заповедаю вам, да любите друг друга». Если мы действительно повинуемся заповеди Господа, не иметь других Богов перед Его лицом, любим Бога больше всего и следуем за Ним, мы поистине станем любить друг друга и сочувствовать другим душам. Господь велел нам жить жизнью веры, чтобы мы любили друг друга так, как Он возлюбил нас. Иисус Христос, который есть глава церкви, поставил нас в церкви своими работниками и велел нам любить Господа, объединившись вместе в этой церкви. Повелев нам любить друг друга, Господь также велел нам приносить обильные плоды в нашей жизни. Господь поистине есть глава церкви, наш спаситель и сам Бог. Несмотря на то, что мы с вами несовершенны, наши сердца, по крайней мере, должны всегда пребывать в Господе. Мы не должны любить что-либо больше, чем Господа. Это значит, что наши сердца должны быть всецело преданными соблюдению Господних заповедей. Мы должны повиноваться слову Господа, которое не велит нам иметь других богов перед его лицом. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы должны изо всех сил стараться соблюдать Господни заповеди на этой земле и повиноваться им с верой. И если мы когда-нибудь впадем в заблуждение, мы должны вспомнить, что повелел нам Господь и вернуться к своей вере, чтобы любить Господа больше всего. Несмотря на свои недостатки, мы все равно должны друг друга любить и друг другом дорожить. В сотрудничестве друг с другом мы должны проповедовать истину, евангельскую истину о воде и духе всем тем, кто до сих пор не знает Господа. Таким образом, мы должны жить, служа Господу, любя другие души и любя друг друга. Итак, мы должны любить Господа больше всего и жить по Его воле. Я абсолютно уверен в том, что этот наш образ жизни является правильным. Хотя мы, подобно Петру, часто притыкаемся о нашей слабости, великая Божья любовь уже поселилась в наших сердцах. Мы никогда не сможем забыть о том, что Господь пришел на эту землю и спас нас истинной Евангелия воды и духа. Вот почему мы любим Господа больше всего. Хоть мы и несовершенны, мы все равно любим Господа. А вы тоже любите Господа. Все мы далеки от совершенства. Но даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы очень любим Господа. Поскольку Господь возлюбил нас первым и продолжает любить нас вечно, мы не можем не отвечать Ему взаимностью. Мы и правда любим Господа. Действительно ли вы любите Господа? Будете ли вы любить Его и впредь? Не находите ли вы, что Его невозможно не любить больше всего? Я благодарю Господа от всей души. Эти последние три дня прошли для меня словно сон. Я очень рад и счастлив встретить вас здесь. Также я благодарен за вкусную еду, которую готовили на этом собрании, и за все эти осенние горные пейзажи, которые нарисовал Бог. Я очень рад, что наши работники получили возможность встретиться и поговорить о Божьем деле. Мы совершили много духовных дел. Я сожалею только о том, что у нас не было возможности пообщаться с нашими братьями и сестрами из-за рубежа. Я с надеждой молюсь о том, чтобы однажды Господь дал нам такую благословенную возможность встретиться и пообщаться со всеми святыми из каждого уголка мира. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok